Забруживание территории радионуклидами и химикатами, аварии и пожару шмат по верховым будинкам. Сегодня в Першамайском районе столицы проходят влучшения по ликвидации надзвышенных ситуаций. Александр Хоровец увидел, как взаимодействуют службы города подчас погрозы аварий. Над 197-й столичной школой утворилась радионуклидная пляма. Эвакуацию школьников администрация научной установы вырешила не проводить. Для обороны учня выкористовывают ватно-марлевые повязки. По такой легенде сегодня и разгорнулись в учении. Лера Токун, сродок индивидуальной обороны, робит усягой за пять хвилин. Берется кусочек марли, в центр кладется вата. Мы его заворачиваем. Эвакуле 11-ти классники забеспечивают собрав повязками. В учни 9-го класса герметизуют помешканник классов отмахчимого забруживания. Зазорчики, каждую щелечку надо заткнуть. И желательно потом хорошенечко заклеить это все, чтобы все было хорошо и прочно. И знаете, очень тяжело это на самом деле делать. Надо хорошо, чтобы скрутить эту саму веревочку. У школе в Учится Амаль 900 человек. По словах директора, запасу пятной воды из сродков обороны хопить на неколький день. Необходные веды по оказанию першей допомоги в Учни набывают подчас занятков на уроках працы и основах беспеки и житодейности. В определенном отведенном месте находятся емкости, в которых хранятся все необходимое для изготовления ватно-марлевых повязок и уже готовые ватно-марлевые повязки. Запас воды, одноразовые стаканчики и все необходимые материалы для герметизации окон и дверных проемов. На случай радиоактивного заряжения. Литерально за 5 километров от школы на путь 101 поступил звонок. Серьезный пожар на улице Кирилла Туровская. По легенде, на 14-м поверьте, вот с этой высотки отбывся пожар. Однако не все жильцы дома поспели его покинуть. Поэтому сейчас ротовальники эвакуируют потерпелых и приступают до ликвидации сгорания. А кроме ротовальников, в учениях задержаны все службы 1-майского района столицы. Медики, милиция, будовники, наставники, наводозеленители на практике отпрацовывают все махчимые варианты ликвидации на случайных ситуаций. Население и службы района должны знать, что делать в случае, если возникнет та либо другая ситуация. Практическое осуществление, вот предыдущая наша точка, детский садик. Что делать, если вдруг радиация? Детки с марлевыми повязками вышли, сели в автобус, эвакуировались. Мы это все на практике. Важно же постоянно поддерживать баланс знаний, в том числе и должностных лет, те же воспитатели, учители школ. В данных учениях будут задействованы все силы и средства государственной системы, которые привлекаются по введению режима функционирования повышенная готовность, и в том числе, естественно, и подразделения МЧС. Никто не останется без внимания, каждый будет выполнять свою задачу в соответствии с тем, что он должен делать. Комплексные улучшения продолжатся и завтра. Экстренные службы города просуют свои навыки. Выники учебных операций подведут вечером у Сирадум. Александр Хоровец и Андрей Хродобоев. Агентство Телиновин. Комплексные улучшения 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 улучшения